Сборная Аргентины все-таки сумела протиснуться в плейл чемпионата мира. Стартовав с невнятной ничьей с Исландией, продолжив разгромом от хорватов, аргентинцы во главе с Леонелем Месси вырвали победу у заряженных на борьбу нигерийцев, однако после группового этапа назвать Аргентину фаворитом мундиале нельзя. Что творится с двукратным чемпионом мира, в материале ленты.ру. Им не нужен тренер. У них есть Месси. Сборная Аргентины – ментальный клон Португалии. У обеих команд есть великий футболист и тренер, которого, как многие считают, этот самый великий футболист может спокойно заменить. Но в 2016 год в финале чемпионата Европы Криштион Ронадо ушел с поля еще в первом тайме и встал на место Фернандо Сантуша. Он мускулистый рукой оттолкнул тренера и начал руководить партнерами сам, и они победили.Аргентина не выигрывает. За два матча на этом чемпионате мира Альбиселески набрали одну очко, а на третьей вышли играть без Форфи Санпаоли. Нет, он был, конечно, на скамейке запасник. Но СМИ уже объявили, в этой команде он ничего не решает. Так решили лидеры во главе с Леомесси. Именно его подозревают в натуральном сливе брутального татуированного специалиста с дефицитом идей доверия со стороны игроков. Проблема Санпаоли даже не в том, что он слишком мало думает о команде и не пытается менять ее игру. Все равно наоборот, в голове аргентинца выстроена система, которую футболисты воспроизвести на поле не могут. И вот тут уже начинается кризис. Пытаясь слепить из непривыкших игрок по его схемам игроков команду мечты, Санпаоли на выходе получает бесформенную кучу, в которой теряется даже Месси. Форвард Барселона в одиночку пытался разбить Исландию, и у него ничего не получилось. Разгром от Хорватии, полузащита которой уничтожила аргентинскую сборную, заставил Месси и его опытных товарищей взбунтоваться. К ним подтянулись игроки менее статусные. Так назрел конфликт в команде, которая четыре года назад, играя практически тем же составом, Вгрызалась в каждую возможность и медленно, но верно ползла к финалу. Сегодня в России мы видим другую Аргентину, которая мучается в матчах с откровенными середняками. Чёрная сила матч с нигерийцами ждали с опаской. Проблемы в раздевалке и Наполе не могли пройти для аргентинцев бесследно, тем более во встрече с достаточно организованной африканской командой. Однако аргентинцы перестроили свою вялую игру и провели работу над ошибками. Санпаоли или ведущие игроки, перехватившие у тренера управления командой, осуществили несколько существенных замен. Вратарь Великобалера, допускавший ошибки в предыдущих матчах, был заменен на Франко Армани, вместо Сергея Гуэра в старте на Астриотике появился Гонсало Игуаин. Точка и встряска помогла нигерийцам, которых по большому счету устраивала ничья с Аргентиной, отсиживались в обороне, лишь изредка играя на скоростного Ахмеда Мусу. Инициатива явно была отдана латиноамериканцам. Месси и компания были заряжены на победу, много атаковали и били по воротам соперника. На 14-й минуте Лео наконец-таки вскрыл ворота сборной нигерии и вывел аргентинцев вперед. После забитого мяча африканцы ринулись отыгрываться. Они раскрылись и стали допускать еще больше ошибок. Большинство атак нигерии заканчивались потерями. В конце первого тайма Месси мог удвоить преимущество Альбис Селести, однако мяч угодил в штангу. Соперники аргентинцев и нигерийцев по группе, сборные Хорватии и Исландии, ушли на перерыв с нервным для латиноамериканцев счетом 0-0. Стоило только островичанам повести в счете, и даже призрачные для Месси шансы на выход в плей-офф были бы потеряны. Точка на последних минутах на второй тайм аргентинцы вышли такими же заряженными и еще более агрессивными, что в итоге привело к ошибке при розыгрыше углового и роковому пенальти в ворот Армани. Вся аргентинская оборона умоляла судью посмотреть видео-повтор и отменить решение, однако арбитр был непреклонен. А нигерийский хоббек Виктор Мазес спокойно реализовал 11-метровый удар. Точка явно не готова издаваться без боя аргентинцы продолжали идти вперед. Через пару минут после пропущенного мяча слезно просили ответные пенальти. Атаковали, атаковали, но никак не могли подступиться к воротам соперника. Нигерийцы, к концу второго тайма будто бы не уставшие и игравшие уже на каком-то запредельном кураже, тоже были готовы драться за место в плей-офф. Однако удача все-таки оказалась на стороне двукратных чемпионов мира. В концовке встречи сборная Нигерия Промечева пыталась тянуть время, а вместо этого напоролась на год. Защитник Маркос Роха Целета пробил в нижний угол ворот и вывел аргентинцев в одном восьми в финале чемпионата мира. В плей-офф команде предстоит встретиться со сборной Франции, исход этого противостояния непредсказуем. Темная лошадка. Этот чемпионат мира дарит одну драму за другой. Только 25 июня в трех матчах голы были забиты в добавленное время, а проиграв группе хочется выражаться, используя чапс-лочек. За 10 минут матча Испания, Марокко можно было трижды схватить инфаркт и пару раз впасть в кому. Уж слишком нелогичный оттого яркий гол марокканцев был сразу забыл после удара пятка от Яга Спаса, который судья еще мог и не засчитать. Но помог ведя повтор. Одновременно с этим на экран смотрел и судья матча Португалия, Иран, и в итоге назначил пенальти. Счет стал один к одному. Оба фаворита группы внабрали всего по 5 очков и со скрипом прошли в плей-ф. И это шикарно. Мундиаль 2018 показал, что фаворитов в мировом футболе, по крайней мере на уровне сборных, практически не осталось точкой. Ведь проблемы Аргентины, они просто самые явные. Есть еще Германия, которая проиграла Мексике и на флажке забила победный мяч шведам. Есть бразильцы, которые сначала не справились со Швейцарией, а потом 90 минут не могли распечатать ворота сборной Коста-Рики. Для них, как и для англичан с французами, все в итоге закончилось нормально. Но факт, ни одну команду, которая представлена на чемпионате мира, нельзя назвать фаворитом даже в группе, а предсказать победителя турнира теперь и вовсе невозможно. Та же Аргентина в последний момент запрыгнула в уходящий поезд под названием Россия 2018. У команды были огромные проблемы в отборочном турнире Южной Америки, она уже там играла из рук вон плохо, но до Мундиаля доехала. Те же португальцы вообще не выигрывали на Евро-2016, но в итоге оказались на пьедестале. С золотыми медалями точка предсказать, что будет происходить 15 июля в Лужниках, нельзя. И, кажется, уже никто не удивится, если до финала не дойдут немцы, португальцы или бразильцы, или, ну нет, хотя, может, испанцы.